МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временное правительство постепенно теряло свой авторитет не только среди гражданского населения, но и среди военных. Доказательством этого стал митинг Измайловского полка 23 апреля 1917 года. Главными ораторами на котором были лидеры большевиков Владимир Ленин и Григорий Зиновьев. Первым выступал глава РСДРПБ. Он заговорил о той проблеме, которая волновала солдат на протяжении трех лет. О том, как можно остановить кровопролитную Первую мировую войну. По словам Ленина, демократический мир с Германией могли заключить только советы, так как временщикам военные заказы приносили немалую прибыль. После Ильича слово взял Зиновьев. Он призвал солдат, многие из которых были выходцами из крестьянских семей, не верить обещаниям правительства о скором предоставлении беднякам и середнякам земли. Крестьянин должен сам захватить участок, не дожидаясь, пока его семья скончается от голода. Такой была идея Зиновьева. Похожая мысль была озвучена за много километров от столицы в Пензе. Местный съезд губернских крестьян заявил, что вся земля России должна быть национализирована, а право частной собственности на нее отменено во избежание малоземелья. Тем временем не дремали социалисты и на национальных окраинах страны. 23 апреля было организовано собрание марксистов Литвы, Украины, Грузии, Эстонии и других отдаленных от Петрограда провинций. Социалистическое движение набирало силу. До Октябрьской революции оставалось 198 дней. Субтитры создавал DimaTorzok